Это были испытания, исход которых никто не мог предугадать. Давай, до Тауэль иди, до Тауэль! Давай, давай! Это будет реально интересно. Всем привет, с вами блондинка Драйв, и сегодня у меня на сравнительном обзоре вот эти две машины. И вы спросите, Ангелина, ты с ума сошла? Почему спортседан и кроссовер у тебя вообще на сравнительном обзоре? Все очень просто, ребят. Мы сравниваем именно эмоции, которые получает хозяин этой тачки и те, кто видит их со стороны, то есть прохожие. Это у нас 2015 года Желточек, GTS, очень красивая сочная машина, в ней всего там 30 тысяч пробега, она практически новая. И 510 лошадей, задний привод, то есть вся дурь приходится на заднюю ось, и ее снаряженная масса 1850 килограмм. Это у нас полноприводный Lamborghini Urus, 650 лошадиных сил, полный привод, очень резвая тачка и снаряженная масса его 2100 килограмм. Короче, на самом деле, я их сужу в первую очередь по внешнему виду, насколько они дерзко выглядят, насколько они сочно выглядят. И да, возможно, по поводу цвета можно сразу ставить вот так вот палец вверх вот этой тачке, но не все так просто. В этом видео вы увидите 5 испытаний, которые пройдут эти машины. Первое испытание – это испытание на эмоции. Какие эмоции испытывают прохожие, видя эти машины? Какие эмоции испытывают владельцы этих машин, которые ездят на них уже давно и покупали с какой-то определенной целью? Второе испытание – это испытание с гаишниками. Что-то не так происходит. Что? Кто-то нарушает правила. Кто? Явно не я. Да, вы не ослышались. Мы будем проезжать мимо постов ГАИ и смотреть, какие тачки из этих двух останавливают чаще. Какая тачка является триггером. Третье испытание – это у нас испытание на маневренность. Это ваши любимые шашки. Четвертое испытание – это испытание на скорость. То есть мы поставимся на прямой и посмотрим, как эти машины будут ехать на драге. Как они будут ехать быстро, скоростно, по динамике. Ну и, соответственно, еще как они будут держаться за свадьб. Ну, короче, полный фарш. И пятое. Самое жесткое испытание – это испытание на оффроуде. Но оно необычное, ребят. Это не просто заехать на поле и там поколесить. Там будет кое-что интересное. Поэтому досматривайте обязательно до конца. Ну и что? По завершении каждого испытания я буду давать этим машинам звездочки от одного до трех. Смотреть, какая тачка наберет больше звезд. И мы от этого будем отталкиваться. Какая тачка заберет общий приз зрительских симпатий. И ваших симпатий, и моих симпатий, и симпатий владельцев. И прохожих в том числе. Так что вы готовы, дети? Ну что, погнали! Какая машинка больше нравится? Синий цвет. А, вообще, тебе BMW нравится, да? Она любит синий цвет. А, синий цвет любишь? А желтый тебе не нравится? Нет, мне тоже тоже. Какая машина вот из этих двух вам больше нравится по внешнему виду? Ну, а как можно сравнивать купе и кроссовик? Нет, мы сравним именно внешний вид. Какая более дерзко выглядит? Дерзко? Да. Ламба? Ламба. Ну, она серого цвета. Мне кажется, что серый цвет цветает все рельефы. Такую морду не съест. Хорошо, давайте тогда по трехбальной шкале. Три звездочки. Какой тачке вы поставите за внешний вид? От одного до трех. 2,9-3. 2,9-3. Блин, не дотягивает чуть-чуть. Там две машинки стоят. Я хочу спросить ваше экспертное мнение по поводу этих машин. Вы в тачках разбираетесь? Да. Вот это вот желтое. Как думаете, это что? Это у нас такая машина. Нет, я не знаю. Там инструкции не было. Ну, это может быть Nissan какой-нибудь? Nissan, вот такая. Мне кажется, это японец какой-то. Да, я тоже так думаю. Она может стоить 1 миллион евро? Нет, как я говорю. Не может 1 миллион евро стоить? Меньше? Меньше. Насколько меньше? Ну, соответственно, для меня, может, 91. Сколько? 500. 500 тысяч рублей? Да, и в Романде. 500 тысяч рублей. Так, это Паша, у нас владелец GTS. Это Антон, владелец Узруса. Погнали. Начнем с тебя. Отвечает тачка всем задачам, ради которых ты ее покупал. И ради каких задач ты ее покупал? Я ее купил после Хуракана, как на зиму, спорткар своего рода. Типа универсальная такая тачка, чтобы ездить за город. Поэтому кайфово. Кайфово погонять, подрифтить на зимней резине. Прикольно, что когда-то в сравнении с Хураканом, когда ты едешь и какая-то фиговая дорога, мне приходится тормозить, а здесь можно спокойно пролетать и фигачить дальше. Да, кстати, копчик ты себе не отбиваешь. То есть удивительно, что ты реально в комфорте и едешь прям нормально. Но здесь причем присутствует значок ламборгини, да? Но ты в комфорте. Я-то встретила своего знакомого абсолютно неожиданно. Ты как человек, который разбирается немного в автомобилях, так? Абсолютно немножко, да. Абсолютно устойка. Какая тачка выглядит привлекательной? Желтая, сразу на нее обратил внимание. Прямо она кидается в глаза? Серая какая-то коробка. Ну, шучу, конечно, какая я не понимаю. Серая коробка! Окей, сколько ты бы дал по деньгам, вот если бы ты покупал тачку? 20 миллионов. Там 20 миллионов стоит. И вот эта здесь сколько стоит? Ну, я понимаю, это 30. Нет, убираем. Подожди, вот надо же замазать значок на самом деле. Ламборгини сколько это стоит? 10. 10? 10 и 20 миллионов. Антон, мне кажется, твои рейсы мне сейчас вот так вот падают. Обидно так-то вообще обидно. От 1 до 3. Сколько ты дашь вот этой машине? Сколько вот этой? Ну, я бы 3,5 дал. Желтый, конечно, она прям бросается в глаза. Говорят, желтый цвет нервных людей, а я немножко из таких, поэтому прям сразу беру ее во внимание себе. По стоимости, как вы думаете, сколько стоит каждая из них? Вот кроссовер сколько стоит? По-моему, 18. А если вообще не смотреть на марку машины? Как вы думаете? Ну, то есть мы вообще убираем, что это Ламборгини. Мы не думаем, что это Ламборгини. Думаем, что еще Ауди какая-нибудь или Японец. Вот по внешнему виду сколько бы она стоила? Ой, я так не смогу, потому что я знаю примерно, что. А ты в тачках разбираешься прям? Встречаюсь с Перекупом. С Перекупом? Тогда у нас тут читер на самом деле. Сколько бы вы поставили? От 1 до 3 звезд? Обеим. Они обе классные. Прям обе классные? Ну да, мне очень нравится. Оказывается, девочки разбираются. Не тут я одна, понимаете? Тут у нас встречаются с Перекупом, а это уже означает, что она больше погружена в эту тему. По внешнему виду. Какой машине ты сколько поставишь звездочек? Одну, две, три. Две. Две, хорошо. А этой? Три. Понятно, хорошо, спасибо, хорошего дня, до свидания. Ну как я люблю деньги. Я мистер Крабс, я люблю деньги. Я люблю БВ, что я могу сделать? Как я и людей люблю, и людей люблю, и детей люблю. От 1 до 3? Прям от 1, а почему не до 5? Я бы и там 3 раскололи, и там 3. 3 и 3? Да. А вы? Обе роскошные машины. Барабанная дробь. Итак, итоги нашего испытания. С небольшим отрывом, почти в половину кузова, выигрывает Lamborghini Urus. Мерседес остается позади. Окей, а у тебя, ради каких задач ты покупал эту машину? Да мне просто она внешне нравилась. Понял? Ну, хуй. Чисто такой, ну что, нормально, ну, запасы, тачка. Слушай, ну я даже на ней не катался, когда взял, понял, что задний привод не совсем не понравился. А, то есть ты когда ее брал, только потом осознал, что задний привод. Ну я знал, что задний привод, но я не знал, что он настолько опасный. Ага. В итоге мне страшно на ней ездить. Ну, кстати, да, Паша очень аккуратно на ней ездит. Я чувствую, что при жестких шашках ее может разместить. То есть когда мы гонялись, когда я был на Хуракане, ему вообще невозможно догнать меня. А она сильно буксует на старте? Блин! Ну, во-первых, Хуракан, он все-таки полноприводный. А это... Нет, ну, летом она не буксует, то есть можно с Ланчеста стартовать. Но вот сейчас уже все. Уже все. Финита. То есть так же на Хуракане в дождь можно ехать, а на ней вообще не реально. Но поэтому у тебя есть на замену X5M? Ну, да. То есть тачка не универсальная? Вообще нет. Только летом можно не ездить. На ней она такая же убийственная, как М5Е60, если на ней выезжать на летней резине в зиму. Примерно такое сравнение. А что насчет ГАИ? Часто вас останавливают? Вот когда я ездил на Хуракане, меня останавливают по несколько раз в день. Ну, какого цвета был? Желтый тоже. Ну, желтый вот такой же. А здесь прям какая-то серьезная. Они путают, наверное, с Ауди. Я спокойно проезжаю. Это для меня был шок, когда я первые дни покупил ее. Мне реально... То есть я проезжал посты спокойно, никто не останавливает. То есть отношения, даже если они останавливают тебя, другое как будто. Как будто ты серьезный человек. Ну, да, есть такое. Зарабатываешь серьезные деньги. Когда на Хуракане, сразу тебя проверяют номера, что на учете, на учете. А, они начинают дергать номера, смотреть, какие они там. Здесь все как-то лояльнее. Короче, понимаешь, что человек как бы приехал сюда с большими деньгами и купил эту тачку не на последние деньги, между прочим. А у тебя? Слушай, когда я три года назад купил, прям постоянно останавливали. Сейчас уже потише стало. Ну, вот посмотрим, как дальше. Может быть, у нас будет испытание с ГАИ. Доброго дня, во-первых. Здравствуйте. Шикарное утро. Посмотрим, может быть, и сейчас останавливают. Кто знает, кто знает. Ну, короче, сейчас, когда ты за рулем этой машины, тебя особо не останавливают. Ну, я все равно в напряжении. То есть, если я вижу... Что-то жим-жим делает, да? Я сразу в комфорт переключаю. Я так же... Тише, 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 да. Да, в самый дальний ряд... То есть, ты обычно ездишь на курсе, да? Да, включаешь стразу, все, как ауди, спокойно. Окей, ребята, вы готовы вообще провести испытания с ГАИ? Погнали. Я ничего не делаю. У меня все четко. А у тебя? Ну, теоретически можно. Ну, все, ребят, поехали, короче, в город раздавать на этих двух красавцах. Вы готовы? Ангелин, сейчас на оффроуд поедем. У меня машина масло просит. Есть какое-то техобслуживание у вас? Так, конечно, я всегда ношу с собой масло. Офигенно. Хорошее вообще? Да вообще все заливаем. Открывай. Офигенно. Ух, как-то я их заливаю. Давай, я заливаю. Нет, 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 я сама. Самые вкусные блинчики я готовлю только на своем любимом масле. Так, все, погнали. Погнали. Паша очень часто останавливают. Он знает, насколько эта машина притягивает вообще внимание всех сотрудников ДПС. Поэтому он мне сказал, Ангелин, если хочешь проверять эту машину и вообще надеяться на счастливый случай, то давай ты пересядешь вот сюда, вот на это кресло. Ну, выдвигаемся. Ну что, сейчас мы будем ее исправить. испытываясь на симпатию от гаишников. Все-таки желтый цвет, он привлекает очень людей. Урус у нас едет сзади. Мне очень интересно, сколько раз меня остановят на этой машине, учитывая то, что я девочка. Вот, ребята, они обычно здесь стоят. У меня что-то даже... Я, вроде, себя не должна накручивать, но если я так накручиваю, как будто у меня все не в порядке с документами. Ладно, все будет окей. Я думаю, там хорошие ребята стоят. Я просто хочу с ними выйти на диалог. Как-то вообще нету. Надо было, блин, ехать в самом правом ряду. Надо проехать в самом правом ряду. Блин. Сейчас тогда мы в другую сторону, где арбат они стоят. Посмотрим. Блин, ребята, впервые так расстраиваюсь, что меня не останавливают гаишники. Доброго дня, во-первых. Здравствуйте. Шикарное утро. Вот, если бы у вас были деньги на новую машину, какую бы вы взяли? Шкода Октага. А как вы думаете, сколько вот это стоит? 15. Ничего себе. Ну пусть будет 15. А та, которая похожа на Ауди? Та, которая Улос? Да. Ну, в районе 9, по-моему, если не ошибаюсь. У меня есть товарищ, который на Красном Улосе ездил. А, да, Савелий его зовут. Савелий. Савелий. Именно, да. А кого бы вы с большей вероятностью остановили? Вот эту машину или вот эту? Наверное, вот эту, желтую. Она ярче, да? Все. Спасибо. Как мы и предполагали, желток попался на крючок. И слава богу, Паша не был за рулем. Его бы глазки не спасли ситуацию, в отличие от моих. Слушаю вопросы у себя в комментариях, как Антон, ты же не сын богатых родителей. Конечно. Антон не профессия сын, значит, у него должен быть какой-то источник дохода, который позволяет ему покупать Lamborghini. Это вопрос не... там не Антон не платил ничего. Просто вопрос, потому что искренне интересно, что надо делать, чтобы заработать на тачку за 23 миллиона рублей. Слушай, ко мне даже часто, когда я просто в машине сижу, подходят люди и такой вопрос задают. И я отвечаю, что я занимаюсь рекламой в интернете. Был момент, когда нас вместе с Антоном остановили гаишники. Соответственно, вы че и вопрос? Типа, чем ты занимаешься вообще? Молодой парень. Ездит на Урусе. Че делаешь? В итоге заканчивается тем, что они у меня берут номер, типа, ну я потом посоветую с тобой, если что, там че-то как-то... Экспертное мнение свое расскажешь, да? Какие-то у них там свои бизнесы есть, да? Чтобы я их там как-то помог пропиарить в интернете. А сейчас самое интересное. Испытание на маневренность. Испытание на маневренность. Любому бизнесу нужны клиенты, правильно? И у кого есть вот эти знания, как привлекать клиентов выгодно, этот человек не пропадет. Он может в любой момент там и свой какой-то бизнес создать. Даже если у меня нет стартового капитала, легко найти какого-то партнера и сказать ему, чувак, давай бабки, я сейчас тебе приведу кучу клиентов, мы там заработаем. Ну условно. И если есть это понимание, если эти знания в наше время, во время вот этого интернета, ты не пропадешь точно. Трафик это вообще как нефть 21 век. Кто владеет трафиком, тот владеет миром. Трафик это вообще нефть. Вы сами все видели В испытаниях на маневренность побеждает УРУС Полный привод решает Вот это было хорошо Антон недавно познакомил свою машину со своей бабушкой Зачем такая громкая? Она что, сломалась? Она что, сломалась? Так, ну что, мы выдвигаемся во второй день нашей съемки И взяли ребятам лавандовый и медовый раф Потому что обычно они просыпаются в 9 часов вечера А сейчас я их вытянула на съемку в 9 часов утра Чтобы захватить хорошую погоду Второй день съемок начинается, погнали! Так, ну что у нас сегодня по плану? Сейчас мы поедем забирать Драги у Саида У Саида мы еще спросим, какая тачка, по его мнению, лучше Потому что главный хастанат Москвы должен нам сказать свое мнение Потом заберем AMG GT Но не двухдверную, ребят, а четырехдверную Да, у нас сегодня бонус треком идет четырехдверная GT И еще X5M, которая подъедет, но об этом чуть позже И мы потом все вместе дружно поедем с такой прекрасной погодой Замеряться на Денцовскую платку Там будет просто, вот я жду этого момента Мне очень интересно, как поедет GT двухдверный Четырехдверный GT И как вот эта тачка поедет с X5M Потому что у них примерно одинаковое количество сил Примерно одинаково они весят И я хочу для себя понять Стоит ли переплачивать 10 миллионов за 25 лошадиных сил Или не стоит? Посмотрим? Мы приехали к Саиду, в его логово Здесь тюнящатся все тачки, мне кажется, Москвы 20 ноября 2021 года Получилось ужасное Ушел из жизни мой хороший друг И на самом деле он мне был как брат Саин Култенский Ему было всего 28 лет Такие вещи всегда случаются очень внезапно И к ним, конечно, никак не подготовишься Но просто хочу сказать вам несколько моментов Чтобы вы поняли, насколько это был прекрасный человек Кто его не знал лично Саид посвятил меня во всю эту автотематику Он человек, который научил меня дрифтить И который Один из первых сел за руль моей машины М5, я 60 И предупредил меня Ангелин, эта машина очень опасная Вот ты садишься за руль автомобиля И ты должен понимать, что ты садишься За орудие убийства Ты получаешь ключ Либо от своего железного гроба Либо от оружия Которая может кого-то убить Или кого-то покалечить Так что будь предельно аккуратно И Момент, когда мы едем с ним по кутузе Я не могу шашки на ней сделать Потому что я очкую Что ее закинет С выключенной стабилизацией тем более 5 секунд может занести Выкинуть, швырнуть И все И салам алейкум А то и жизнь И я понимаю, что это правда Его слова были пророческими Это то, что он мне сказал И спустя меньше года Это произошло с ним Это самое страшное Что ты не можешь предугадать Того, что с тобой произойдет Поэтому Не надо, во-первых, терять И попросту тратить свои дни На что-то ненужное На что-то вам реально не стоящее Нужно заниматься тем, что вам искренне нравится И Саид занимался тем, что ему искренне нравится И он занимался автомобилями В которых он души не чаял И он обожал то, что он делал Давайте почтим его память И память о нем будет настолько же Ясной и светлой Как тот день Тот последний день, когда мы с ним виделись Пусть земля тебе будет пухом И Саид, просто знай, что мы по тебе все Очень и очень будем скучать Пока У Саида, можете поздравить У него М4 на полном приводе И на полном фарше, да? Да Кайф А за сколько ты ее взял? 11800 Короче, нужны драги Очень нужны А, вот зачем ты поехал Так, давай так Я тебя предупреждала, зачем я приезжала Вы только посмотрите, как красиво Переливается кованый карбон На солнце Как будто такими пластинами наложенный Как будто чешуя, да? Круто Ты беспокоишься, что я тебе не верну драги? Да нет Саид сказал, что ему драги обычно не возвращают, если берут Ну что, мы приехали сюда Поесть хот-доги И позамерять вот этих трех красавцев Это у нас урос на 750 лошадей Во весе топ-кар Общая стоимость всей машины превышает 30 миллионов рублей И мы будем гоняться на ней Вот на этой дороге Что будет у нас ездить по прямой? Этот урос Урос стоковый 650 лошадей тоже полный привод И этот топ-полный привод GTS на 510 лошадей задний привод Кстати, все это у нас с керамическими дисками Но, типа, у вот этих ребят им посоперничать будет интересно Вот эта машина Она должна была соперничать с уросом Вообще по своей крутости По нескольким, я уже говорила, испытаниям И она будет соперничать Но мне кажется, что ей кого-то не хватает Этот кто-то Это четырехдверный GT Опачки Приветики Ну что, будем ставиться Замеряемся на драги, ребят Поехали Короче, ребята, сейчас будут прогревать резину Ставятся с ланча И будут замеряться Делаем такой, мини-заезд Мне нравится, я так с таким хот-догом, типа, хожу Такая, это, волшебная палочка Давай, поехали Раз, два, три Кипец у него звук, конечно Жесть Савелий, у тебя голова не болит? Постоянно ездит на нем Там нормальная шумка А, ну тогда все Двойной стеклопакет, все дела Сейчас будет интересная заруба Этот желток 510 лошадей Против X5M Они едут сотку До 0-100 они едут одинаково Типа 4 секунды Поэтому Твое ожидание, Паш? Мне надо выиграть на старте Хотя бы, так Окей, летс гоу Не, на старте ты не выиграешь У тебя же задний приз Ну, с помощью фальшстарта не вышло Ля ты крыса А, понятно, все Давай Давай, до Талова иди До Талова Думай Уходишь На 150 уходишь Может и нет смысла мне покупать новый эксперт Зачем? Действительно Зимой будешь ездить на этом Просто цепишь сзади На заднюю ось прикрепишь Все Чуть-чуть потусовывает Чуть-чуть потусовывает Давай, давай, давай Давай, давай Давай, давай Давай, давай За 4 секунды поехал На половину секунды лучше Все равно был букс Ну да Он чуть-чуть пропусовал Буквально наносекунду И поехал дальше Я не могу Савелий, блин, просто проезжает Как какой-то эсминец рядом Так, ну что, мы сейчас будем замеряться с X5M X5M, 3 человека в салоне 625 лошадей Против 585 Но он тяжелее, ребят Все, готовы Давай, давай Вообще не идет Я не знаю, сколько там корпусов, ребят Просто там самолет, блин, повесит Я не знаю, что это было А на 6,2 ехала назад Ну ты плохо стартанула Давай, давай 3,2,3 Вы можете себе представить Что гелик 5,5 компрессор 2009 года Обогнал Просто высушил Этот четырехдверный GT Я такого не ожидала GT был просто унижен Абсолютно всеми машинами С которыми он ставился Я дико хочу ломать Пашу на оффроуд Ты, блин, мне сам говорил Давай, поедем Куда я на этой машине поеду? Ну ты что, офигела? Я подписчикам уже обещала Ребят, я вам обещала Я не могу просто так Слова на ветер пускать Мои слова будут считаться на воздух В смысле На этой тачке поехать Это будет реальный контент Это тот контент, который буду смотреть Ребят, надо уговорить Пашу Сбирают там лайки, комменты Как-то работает Ты что, попрошайничаешь? Они не будут, ребят Или вы будете Короче, нужно заставить Пашу Спрессовать его на оффроуд Она просто там застрянет и все Ну и что, аварийная служба Кинемся на эвакуатор Ну да, не страшно Короче, ребят Мне нужен ваш актив Потому что мы снимаем уже Во сколько мы увиделись? Мы увиделись в 11 Сейчас уже 9 Мы снимаем уже почти 12 часов Все это время Я думала, что Паша Все окей, поедем на оффроуд Отлично, снимем Да, снимем второй день Оказывается, нет Нужно прям подать жару В комментариях Прямо сейчас Все, ребят Давайте Верю в вас О, хорошо, хорошо Браво На этом мы заканчиваем это видео, ребят Я думаю, вам оно понравилось Если оно вам понравилось То обязательно ставьте пальцы вверх Оставляйте комментарии И что я могу сказать GT в этом плане Сегодня, в сегодняшнем баттле Показала себя очень хорошо В принципе, как и Урус К сожалению, тот Урус, который у нас был Он уже уехал Но вместо него На замене будет вот этот красивый Красно-черный Урурус На 750 сил В испытаниях На ГАИ У нас победила вот эта машина Потому что она у нас Пролететь на остановку Она желтого Такого яркого цвета Настоящий желток Который так и хочется Выцепить из потока Но Если мы говорим Про приз зрительских симпатий Просто прохожие Когда идут Они видят эту машину Видят Урус И видят желтый GT Они Ну, я не знаю На самом деле Зависит от человека Вы сами видели Когда я спрашивала у прохожих Какая машина больше нравится Детям нравится вообще BMW Все Она убирает BMW, ребята Кому-то нравится желток Кому-то нравится Урус Своим внешним Большим таким видом Что касаемо Драги Я могу сказать Что Урус Себя очень хорошо показал Он поехал В такую погоду Когда Очень холодный асфальт На улице Плюс 1 градус Он поехал По паспорту 3,6 Как он и должен был поехать GT поехал 4 секунды Как и этот X5M Тоже поехал 4 секунды Его лучший показатель Был на 0,100 Вот этот красавец Вообще ехал Сколько он? 3 Сейчас пойдемте Спросим у Савелия Сколько он поехал? Сколько поехал У тебя лучший результат Сегодня? 3,3? 3,3, ребят Лучший результат у Уруса У X5M Опять же 4 секунды Как я и сказала Эта машина Меня вообще разочаровала Я не знаю Что с ней Она должна ехать Куда лучше Но она едет 6,2 Она едет 5,8 Но это 6,2 и 5,5 Она ехала Это ее лучший результат Вообще не похожий на GT Я на ней каталась Ну как бы показатели Были совершенно другие И блин На самом деле От души хочу сказать Мне больше всего понравился Вот этот Урус Это просто Я не знаю Это какая-то атомная бомба На четырех колесах 750 лошадей 30 миллионов Только один выхлоп У него супер спринт Стоит лям рублей Ребят А если мы говорим Про в принципе Наш обзор Сравнительный обзор У нас начинался С Уруса И с этой Желтой GT То между ними Двумя Я бы выбрала Все-таки Урус Это полноценный Кроссовер На котором реально Можно ездить И зимой И летом Он одним цветом Его можно в принципе Сделать в желтый цвет Блин Обернуть И он будет таким же Выразительным Как и этот GT Так что Я выбираю Урус Антонио водила Своя тачка Выигрывает Ну а Паше Спасибо за то Что показал нам Красивый дрифт Это было прям Супер круто Всем спасибо Всем пока До новых встреч С вами была Блондинка Драйв Бонусное видео Для тех Кто досмотрел до конца Мы поставим Х5М в дрифт Смотрите это